Генеральный партнер программы – торговая группа «Абсолют». Здравствуйте! В эфире ТВ Новости в студии Будам Анхоев. И мы начинаем коротко с главных тем этого дня. Осуществляю поиск самолета Ан-2. Выделяем стоп-кадр и осматриваем. Пропавший самолет продолжают искать. Теперь с помощью военного беспилотника. Здесь вы не были? А где вы были? Не оставили камня на камне. Депутаты горсовета раскритиковали ремонт дороги в Улан-Удэ. Очень много мусора, да. Кому отдых, а кому отходы. Кто и как следит за чистотой побережья Байкала. За сутки вода в Селинге поднялась еще на 17 сантиметров. Теперь ее уровень 178. Еще полметра и река выйдет на пойму. Синоптики ждут, что в ближайшие дни она поднимется еще на 7-8 сантиметров. Более точно спрогнозировать сложно. По словам специалистов, все зависит от осадков. Тем временем на территории Монголии формируется циклон. Дожди ожидаются и в Бурятии. Главный вопрос – затопит ли Улан-Удэ. С 16-го и 17-го опять у нас ожидается выход южного циклона на территорию республики. Естественно, осадки уже будут более побольше такой интенсивности. И умеренные, и где-то местами пройдут и сильные осадки. От этого и будет складываться дальнейшая гидрологическая ситуация. Реки наполнены. Грунтовые воды у них достаточно большие. Здесь у нас достаточно критичная такая ситуация. И как будет развиваться синаптическая ситуация. Если даст большую воду, то, конечно, будет подтопление. Здесь, я думаю, никому не надо объяснять, что все низменные участки вдоль реки Селинга, то есть левый берег наш там, остров Комсомольский, вся та сторона, она практически, вся застройка попадает под зону затопления. Разные интенсивности, конечно, но тем не менее, большая часть ее попадает. Зону затопления. Значительный подъем отмечается в реках Баргузин, Чекой и Витим. Однако там вода пока не угрожает населенным пунктам. Пропавший Ан-2 до сих пор не найден. Самолет авиакомпании «Феникс» пропал в Бурятии еще 19 июля. На борту было 6 человек, 2 члена экипажа и 4 пассажира. Специалисты ведут поиски на территории Бурятии и Иркутской области. Отрабатываются все возможные маршруты полета, а также сигналы от местных жителей. Недавно в СМИ появилась информация о том, что группа охотников слышала металлический стук в лесу вблизи села Анот. Там тоже летала авиация. Возможно, ее жители Тунки там и не видели, потому что она взлетает с Иркутска. Ведутся поиски наземной пешей группой. В верховьях реки Кынгреги осматриваются все так называемые цирки, ущелья. И вторая группа авиационная охрана лесов Байкальской базы осматривает в долине реки Китай. Да, вот там сейчас работают две группы. Поиск пропавшего самолета продолжают и военные. Расчет беспилотника «Орлан-10» обследует Усольский район Иркутской области. Видео с камер высокого разрешения передается на монитор оператора в онлайн-режиме. Обследовано уже более 900 километров. Подготовка к пуску. Пуск по готовности разрешает. Вперев. Подготовка к пуску. Брошу внимание. Пуск. Ход есть, набор наблюдает. Осуществляю поиск самолета Ан-2. Обращаю внимание на засветки, блеск на солнце, белые, синие предметы. Выделяем стоп-кадр и осматриваем. Полеты производятся не менее 10 часов в сутки. Мониторинг ведется в две смены. В указанной местности преобладают холмистые и лесные массивы. А также препятствуют погодным условиям. Но лично состав расчета, не теряя надежды на положительный результат, продолжает просматривать квадрат за квадратом. В популярном бурятском паблике появился пост, мол, по городу гуляет извращенец в медицинской маске. Причем особо не стесняется и эпатирует средь бела дня. Горожане уже окрестили извращенца «козлиной». Зимой мы уже сообщали о похожем инциденте. Тогда наши телезрители заметили экзбицианиста в районе Восточного. Я здесь, в кустах, стояла возле поликлиники 4-й. Стоял полуголый, снизу, раздетый. Я очень сильно испугалась и убежала. Что касается нового экзбицианиста, его видели в районе набережной Улан-Удэ. Причем не раз. Больше всего он возмутил тех, кто обедал на одной из летних террас. Так что близ Селинги стоит бояться не только подъема уровня воды. Является новоявленный любитель оголиться нашим старым знакомым. Надеюсь, скоро узнаем. Ведь, как сообщат прислужбы МВД, его уже активно ищет участковый. От сколов на бордюре до отсутствия ливневки. Депутаты горсовета проверили ремонт на улице Дальневосточная. Это уже не первый выезд. Однако вопросов к подрядчику меньше не стало. А можно подрядчика? И это все вскрываться будет полностью. Только что вы увидели кадры, как депутаты городского совета проверяют дорогу по улице Дальневосточная. Как вы понимаете, все здесь печально. Ремонт начали делать еще в апреле. Бубкэт заехал, смотрите, хотел засыпать яму, не увидел колодец, сломал его. Кто это будет возмещать? Вот у соседей тоже, смотрите, все размывает. Мы уже неоднократно и звонили, и созванивались, и на место выезжали. Они не хотят ничего делать. Работа по дороге, она за один-два дня не выполняется. Не, ну у вас было с пятницы по понедельник. У нас, извините меня, коронавирусные центры за месяц строились. Правильно? А дорога, это две недели максимуму сроку должно быть, вообще по идее, если так-то разобраться. С учетом того, что вы ее... А она все лето строится, извините меня, пожалуйста. С огромными нарушениями. Пускай ночью работает. Почему в Москве люди ночью работают, чтобы пробки утром не создавать, днем? А у них, извините, дождь, неделю идет дождь сейчас, да? Они всю неделю не работают. А пускай они в субботу, воскресенье две недели работают. А то как в субботу, воскресенье они отдыхают, как дождь, они отдыхают. Когда они работать-то будут? Держат. Где? Бетон. Вы говорите, что на бетонной подушке сейчас стоит. Это просто... Вам вопрос. Вы это как-то проверяете или нет? Визуально проверяем. И что вы видели? Вы видели, что там бетон есть? Вскрываем прямо сейчас? Да. Прямо сейчас она может скрывать. Наверное, на другое участок, пока мы переедем, сюда вернемся. И... Это лепешки. А можно ботейчика? Как же вот так вот? Заедем. Александр Максимович. Главное, никого не убить. Там, Максимович, ну смотри, что у тебя происходит. Вот смысл, время терять. Такое место строить. Так не тут просто-напросто. Она на песке стоит уже. Цементом должна быть залита, правильно? Да. Они должны ставить цемент? Цемента нету? Цемента здесь нету, да. Там, посмотрите, чем уже заполнено. Вот бумагами, песком заполнено. Ну что, они оттуда будут выгребать все теперь, да? Да, они будут все это... Вы уверены в этом? Ну, визуально, да. Мы сейчас с вами видели безобразие. А это двухтонная плита сейчас... Это вопрос к подрядчику. Здесь нужны песковые ловители специально устанавливать. Да устанавливайте проблемы. Да что вы, ну вы за свой счет будете песковые ловители. Давайте создевайте, не будем сказать. Нет, мы заходим. Давайте предметно. Предмет разговаривать. Люди виноваты, что на них дорогу смывают, что ли? А мы, что ли, виноваты? Ну, качество-то ваше однозначно виноват. Давайте не будем спорить, а? Сейчас по предписанию выписываем по бордюрам однозначно. Так, если тебя так ведет, прекратите с ним разговаривать. Полностью предписание на переделку всей работы, без всякого основания. И штрафные санкции по сотам. Надо либо форму, либо перестру ставить. Ничего вообще у меня еще нет. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, тоже налицо, получается, нарушение. Будет тоже вызвано предписание о демонтаже и исправлении данного нарушения. А почему вы до этого дня, вот до того, как мы приехали, этого не видели и не фиксировали? До этого, получается, контроль осуществлялся просто на других участках. То есть вот здесь вы не были? А где вы были? Подрядчик, он не исполняет те свои обязанности, обязательства, которые были ему предъявлены при тендере. Конечно, очень много вопросов по качеству. Сроки останутся те же. Мы, потому что контракт заключен, мы изменить не можем. До первого сентября они должны все нормально сделать. Но не знаю, вот сейчас на данный момент смотрим, что очень много надо переделывать. Антон Симонов, Данила Жарко и телекомпания АТВ. При подготовке этого сюжета мы наткнулись на интересный документ. Оказывается, тот же горе-подрядчик, что ремонтировал улицу Дальневосточная, фирма Гарант Поставка. Недавно выиграл конкурс на ремонт дороги Улан-Удэ-Хоринск. Сумма почти 200 миллионов рублей. Справится ли после того, что мы увидели на Дальневосточной, у нас есть сомнения. А потому мы и дальше будем следить за их работой. Туристы отмечают, что на Байкале чисто и почти не мусорят. По крайней мере, так мне говорили отдыхающие в Инхолуке. Но отнюдь не все замечают, что чисто на берегу не потому, что перестали сорить, а потому, что там ежедневно убирают. Причем вывозят отходы огромными партиями. Либо съел что-нибудь, либо кто-нибудь ударил. Ну, вылез на берег. Мы его сюда принесли. Ну, вроде живой пока. Он точно живой? Да, он шевелится. А, вот. Баклан – это самая интересная находка за все время. Обычно на пляже подбирают. Бывают люди, конечно, убирают за собой, а некоторые нет. Ходим каждый день, собираем мусор. Каждый день. Со скольки до скольки? Ну, мы что, выезжаем в девять. Ну, часов до двенадцати мы. Справляемся до часу где-то. Вот мы на том берегу были, как бы сказать, ну, чаще нам там ближе. И поэтому там как-то не так уютно. Народа больше, конечно, и все такое. А вот у вас чистота полнейшая. Ну, раз убирают, значит, все-таки мусор все-таки оставляют. Ну, не в таких громадных каких-то, наверное, масштабах. Вот как это было, по крайней мере, раньше. Мне кажется, стало гораздо чище. И я думаю, в том числе, это благодаря нашим всем общим усилиям и вашим, в том числе, как телевидение. Но до Победы, конечно, еще далеко. Раз есть туристы, мусор будет всегда. Часто гадят? Да, гадят. Очень много мусора, да. То есть, такой мусоровоз практически каждый день вывозят. Те, которые приезжают, там, с Владивостока, с Иркутска, даже с Хабаровска, они, как бы, лучше за собой убирают, всегда пакеты отдают. И когда человек наш идет, убирает, как бы, всегда помогает. Если, ну, есть такая необходимость, то помогает. Местных не заставишь. Убрать мусор – дело одно. Важно также забрать его с собой. Но одни не хотят, а другие не могут. Да и нет рядом мусорного полигона. А вот этот бак полностью забивается? Да, 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 да. Полностью. Отходы ежедневно свозят в Улан-Удэ. Работа выходит трудоемкая и затратная. Потому ее субсидируют. В рамках реализации государственной программы защиты окружающей среды правительством Республики Брятии ежегодно направляются денежные средства на уборку береговой линии. Объемы финансирования были в размере 2 миллионов. Потом, немного позже, дошло до 3 миллионов. А с 2018 года – это порядка 7 миллионов. Что с ним будешь делать? Сейчас попробую воду отпустить. Как думаешь, из-за чего он туда выбился? Он без сил был, да? Наверное, объелся от тяжести. Возможно, птица могла проглотить чей-то целлофановый пакет. Это, конечно, не точно, но мы надеемся, что все у Баклана будет хорошо. Бадамунхоев, Бладзандуев, телекомпания АТВ. Воздух Улан-Удэ отравлен бензопиреном. Концентрация опасного вещества превышает предельно допустимые нормы в 30 раз. По данным Минприроды Бурятии, больше всего загрязняют воздух предприятия теплоэнергетики, котельные, печи частного сектора, автотранспорт и лесные пожары. КОНЕЦ КОНЕЦ Никуда не уходите, не переключайтесь. Продолжим через минуту. Честно признаюсь, главным стимулом это было 2 миллиона. В село Бурятия приехали 30 земских учителей. Когда ты осознаешь то, что находишь вот в полнейшей заднице, ты начинаешь находить какую-то радость этой задницы. Пицца из кровяной колбасы, соус с черемшой и другие изыски. Молодой шеф-повар поднимает гастрономическую культуру Улан-Удэ. Юность – это молодость, это сила, это энергия. Назад в молодость или почему улан-удэнцы хотят вернуться в прошлое. Шокер цена в Абсолюте. Стиральный порошок Персил 3 килограмма. Со скидкой 50%. Всего за 347,99. Абсолют. Гарант низких цен. В Бурятии стало больше учителей. Благодаря федеральному проекту «Земский учитель» в селах борются с нехваткой кадров. Только в этом году со всей России в республику переехали 30 молодых специалистов. С одним из них встретился Антон Симонов. Это Туяна Михайловна, преподаватель английского и французского языков. По совместительству победитель конкурса «Земский учитель». А эта небольшая репетиция урока в Хамнейской школе будет первым шагом учеников к новым знаниям. Я научусь читать и писать по-английскому. Хочу свободно разговаривать на английском языке с братом. Раньше у нас преподавал учитель. Он приезжал за Каменское. Преподавал. Ну, тоже хорошо. И до него была учительница Рина Жаркановна. Тоже хорошо преподавала. Сейчас будет, в общем, углублённо. И дети начнут, наверное, заниматься очень хорошо. Будут дополнительные занятия. В конце 2019 года в социальных сетях я узнала, что стартует программа «Земский учитель». Обсудив все плюсы и минусы с мужем, я целенаправленно приехала сюда, чтобы участвовать. К моему счастью, я прошла конкурс. Сам конкурс проходил в четыре этапа. Стать «Земским учителем» и уехать в Бурятию захотели почти три сотни преподавателей со всей России. Туяне повезло вдвойне. Стены Хамнейской школы знакомы ей с детства. Когда-то она сама здесь училась, а теперь её бывшие наставники стали её коллегами. Я вернулась именно в свою родную школу, потому что здесь меня знают. Здесь знают мой коллектив, мои дети, так как я уже преподавала здесь три года после института. Конечно, коллектив очень рад, что я возвращаюсь. И дети рады. Одним из главных стимулов для земских учителей стали деньги. А если точнее, два миллиона рублей. До конца этого года их получат 30 преподавателей. Честно признаюсь, главным стимулом это было два миллиона. То, что их дадут в этом году, и что не нужно отчитываться, как я их потрачу. Я думаю, что эта программа помогает молодым учителям и просто учителям приобрести своё жильё или оплатить ипотеку. Но я хочу улучшить свои жилищные условия. Антон Симонов, Лупсан Суботин, телекомпания АТВ. Следующий сюжет не реклама, хотя может так показаться. Мы просто решили перекусить между съёмками, заглянули в пиццерию и вышли оттуда не только сытыми, но и с крутым сюжетом. Нам повезло не только поесть пиццу с кровяной колбасой, но и познакомиться с молодым шеф-поваром дорогого ресторана, который оставил свой пост, чтобы поднимать гастрономическую культуру города. Он открыл своё заведение и готовит исключительно из фермерских продуктов. У наших режиссёров текли слюнки, пока они монтировали этот сюжет. Очередной раз ездил за продуктами и просто решил ради интереса, то есть было время, решил ради интереса посмотреть, откуда все эти продукты. Ну и походил, там смотришь, получается грибы, грибы Китай, а, грибы Израиль, авокадо Израиль. Дальше походишь, посмотришь, может капуста-то местная? Нет, капуста Китай. Посмотришь, может лук местный? Нет, лук тоже Китай. Может перец местный? И перец тоже Китай. Разве что базилик я там нашёл кое-какой. То есть это по вкусу ярче, чем болгарский перец. По крайней мере, это не китайский болгарский перец, который продаётся в большинстве магазинов. Это домашний. И болгинский перец? Да, домашний, выращенный, сладкий, имеет вкус. По крайней мере, магазинский, вообще терпеть не могу их. Просто кусок ничего. Моцарелла свежая, вчерашняя, от семейства голланов. Они у нас находятся по адресу Барсоева, 5, сыроварня Голланова. Так, рекламочка, так, на всякий случай. По крайней мере, самый замечательный, самый вкусный и разнообразный именно у них нашёлся. По крайней мере, ты видишь у этих ребят, чем они занимаются, как у них глаза горят. И то, что им интересно, их работа. Соответственно, наша идея – работать именно с малыми поставщиками продукции, фермерами и пособными хозяйствами. То есть, сделать им выручку, прокачивать ребят? Да, и просто, ну, ощущение идёт к тому, что малые хозяйства, они всё-таки с душой относятся к приготовлению своей продукции. Курица у нас идёт от наших друзей из Мать-Земля. Мы добавляем буквально столовую ложку на килограмм на мёда. Вот, кстати, тоже мёд от наших друзей Мать-Земля. Мои кореша. То есть, вот эта вкуснейшая пицца, которую вы сейчас готовите, пропитана болью, кровью, потом, слезами? Да, нет, радостью. Радостью? Да, когда... Я говорю, когда ты осознаёшь то, что находишь вот в полнейшей заднице, ты начинаешь находить какую-то радость в этой заднице. Техичная Россия. Ну да, чё, 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 ну, смысл? Ты уныл, тебя сожрали. Сдался, тебя сожрали. Сейчас вам две пиццы сделаю, а попробуйте. Чем ваше тесто отличается, например, от теста от бус? Тесто от бус с содержанием дрожжей и отсутствия яйца. Да, муковатая соль. Да, муковатая соль. Так, ну давайте пробуем с кровяной колбасой. Ого. Считай, бурья-то, пицца. Да, то есть любовь вот к субпродуктам. Так, получается кровяная колбаска, дальше у нас идёт лечо какое-то. Это печёный перец. То есть тот перец, который у нас в том состоянии, очищенный. А, то есть здесь. И нарезанный. Потому что здесь натуральный перец, здесь только перец и ничего лишнего. Так, на выход. Далее мы декорируем её нашим фирменным соусом. Но сначала мы её порежем. Специи, копчёные паприки. С кровяной колбаски. Сыр тянется. Ой. Да, может, я давно такого не видел. Чтобы сыр тянулся. Чёрт возьми, это очень прикольно. Бурьяцкая пицца. Такая вкусная, я в шоке. Я не хочу ничего говорить, потому что это вкусно. Хочу есть. В общем, я вам советую. Пицца как бы без названия, но у неё есть название. Нурнэйм пицца. Приходите, звоните, заказывайте, забирайте сами. Пока ещё негде посидеть. Да. Пока что негде посидеть. И успевайте попробовать, потому что у нас меню будет меняться в зависимости от сезона. А, то есть когда-нибудь кровяная колбаска исчезнет? Да, да. Когда-нибудь кровяная колбаска исчезнет. И у нас найдётся идея, чтобы открыть какой-нибудь другой продукт для города. Я редко, когда ем курочки. Но не сегодня. Я сегодня её буду есть. Да, и с этим мы тоже бороться. Почему курочки не съедаются? Потому что не хватает соуса. Тогда соус надо платить. Соус бесплатный? Да, у нас уже... То есть, там присутствует по умолчанию. Да, сметана с черемшой и с корчёной папикой. Ладно. Выключай камеру, давай есть. Всем пока. Полную версию интервью с Тимуром Циреновым смотрите в соцсетях. Как открыть дело, побороть уныние, почему Гордон Рамзи для поваров это ругательство, а есть кишки любят лишь в Бурятии да Калмыкии. Про всё это и не только на АТВ Блэк в Ютуб и Инстаграм. Многие знают фильм «Назад в будущее», в котором главные герои перемещались во времени. В Международный день молодёжи мы решили узнать, хотят ли улан-уденцы вернуть молодость, но жить в наше время. Да, наверное, потому что сейчас больше возможностей. Ну, не знаю, путешествовать, изучать что-то, реализовать себя каким-то образом. Нет, наверное, нет, скорее всего, да. Не потому что тогда было интереснее, чем сейчас, мне кажется. Ой, знаете, даже сказать не могу. Там всё по-другому как-то было. Нет, я прожил хорошую молодость, я думаю, она ещё у меня не закончилась, поэтому проживаю её в нынешнее время, свою молодость. Возможно. А почему? Юность – это молодость, это сила, это энергия. И сейчас больше возможностей у молодых, на мой взгляд. Терзать, не бояться границы, надо раздвигать всегда. Они у нас только в голове. Желательно без алкоголя, чтобы сохранять достойный моральный облик молодёжи нашей в современном обществе, не позорить его и не поручить. Я могу сказать слова Энгельса. Труд создал человека. Всё, больше тут не добавишь. Учиться. Сейчас главное учиться, ребят, действительно. Главное – учиться, получать высшее образование и открывать путь в дальнейшем. Ещё больше новостей на нашем официальном сайте и, конечно же, в соцсетях. На этом у меня всё. Ещё увидимся. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...